Почтить память выдающегося политического деятеля, борца за независимость Алихана Букиханова на Донское кладбище в Москве пришли студенты, активисты казахской диаспоры, учёные-историки, родные и близкие. О том, что именно здесь покоится сын казахского народа Алихан Букиханов, стало известно в преддверии 150-летия со дня рождения основателя движения Алаш. На могилу Букиханова торжественно возложили цветы и развеяли горсть земли, привезённую из бывшей Семипалатинской области, где родился будущий лидер алашардинцев. 150 лет прошло, и мы должны осознавать, что казахстанская земля рождает таких великих людей. И последний момент, который я хотел подчеркнуть, что говорят, я сам не историк, я химик, но что всё-таки благодаря партии Алаш Казахстан имеет вот ту территорию, которую он сейчас имеет. Это одна из больших заслуг деятельности того первого правительства, казахской автономии, которую возглавлял Алихан Нурмухамедович Букиханов. По словам учёных-историков, Букиханов боролся за свободу казахов при царской России и советской власти, чем, собственно, и вызывал недовольство в верхах, но при этом его уважали, с ним считались, им восхищались за умение вести переговоры и находить компромиссы. О заслугах и трудах Алихана Букиханова говорили и в Анкаре, где представили книгу, посвящённую одному из величайших деятелей в истории нашей страны и тюркского мира. Для ЮНЕСК Алихан Букиханов – большая и значимая личность. Освещение деятельности такого известного общественного деятеля – очень важная работа. Алихан Букиханов посвятил свою жизнь борьбе за гражданскую свободу своего народа. И он сын своего народа. Мы должны показывать его труды и заслуги нынешнему поколению, как, например, сегодня мы показываем документальный фильм о Букиханове. Борез за свободу Алихан Букиханов погиб в 1937 году. Он был трижды осуждён и впоследствии приговорён к расстрелу. И лишь спустя полвека был оправдан из-за отсутствия состава преступления. Известно, что документальный фильм о выдающемся Алихане Букиханове и научные труды о создании движения Алаш скоро переведут на турецкий язык. А что касается памятных мероприятий, то они пройдут ещё в Азербайджане и Кыргызстане.